приветствую друзья с вами снова мистера фрэнки и я по-прежнему нахожусь на канале music mag tv сегодня я расскажу вам про браузеры в битвик studio которые получили кардинальное обновление начиная с версии 1.2 и начнем с бокового браузера сверху у нас имеются иконки типов файлов то есть это девайсы пресеты сэмплы мультисэмплы музыка клипы общий браузер в котором доступна вкладочка проекта то есть здесь мы всегда можем посмотреть содержимое и текущего проекта и содержимое других проектов настройки браузера здесь мы можем открыть менеджер пакетов загрузить сэмплы как раз что-то пришло новое определить путь к вашей библиотеке куда по умолчанию будут сохраняться пресеты и клипы далее вы выбираете расположение ваших звуковых библиотек то есть пути к сэмплам папка с музыкой и расположение в ст модулей как видим здесь есть целый набор взаимооткрывающихся панелей и каждый имеет свою определенную атрибуцию скрыть ненужное вам меню можно кликнув правой кнопкой по любой из панелей и снять галочки с ненужных пунктов например мне не нужен файл тайп мне не нужна категория мне не нужен создатель мне в принципе не нужны тип девайсов таким образом мне остается только расположение которое убрать нельзя по понятным причинам и мои коллекции избраны к коллекциям мы перейдем чуточку позже сейчас я вам расскажу про поиск и про некоторые хитрости естественно чтобы найти нужный вам инструмент вам достаточно только начать вводить его имя и вы получите нужные вам результаты также удобно что вам не нужно вводить полное имя инструмента вы можете щелкнуть пробел и начать вводить название компании например м.эй н.эй это значит мы сев на этих инструмент или например аксенга спан я думаю вы поняли о чем я говорю следующая особенность поиска это исключение результатов из поисковой выдачи например нам нужно найти компрессоры но исключить из поискового запроса компрессоры от битвик мы делаем следующее мы пишем комп минус битвик ну полностью можно не писать и мы получаем только в ст компрессоры например мы можем написать и кью и вычесть отсюда плагины мельда production или плагины waves как видим в списке нет плагинов waves или в плагины в аксенга ну и так далее вы поняли то же самое актуальное для сэмплов например я ищу файлы с именем родис но мне не нужны сэмплы от производителя толча мы пишем его имя через минус и находим какие угодно родосы только не его теперь давайте перейдем непосредственно к созданию избранных папок коллекций для того чтобы создать простую избранную папку мы кликаем правой кнопкой не создаем новую коллекцию называем ее например майлуп далее ищем мои лупы ну или любой нужный вам файл есть два способа пополнять папку с вашими избранным сэмплами 1 это простой drag and drop вы всегда можете перетащить сэмпл в папку с избранным и он никогда не потеряется есть другой способ вы выбираете нужную вам папку кликайте правой кнопкой и нажимайте вот на эту команду это значит что в следующий раз когда вы будете осуществлять навигацию по вашим сэмплом вы просто можете выставлять звездочки напротив интересующих вас сэмплов и они будут автоматически попадать в вашу избранную папку то есть понятно либо drag and drop либо иконка избранного удалить папку можно только с клавиатуры клавиши backspace двигаемся далее смарт коллекции перед тем как создавать смарт коллекцию нужно понять что же это такое по сути своей смарт коллекция это сохраненный поисковой запрос то есть как я вам показывал мы можем написать комп означает что мы ищем компрессоры минус waves это значит что в поисковой выдаче нам не нужны компрессоры waves далее мы идем в меню collection кликаем правой кнопкой и создаем смарт коллекцию мы видим в нижнем поле наши аргументы верхнем поле мы можем присвоить ей название теперь клика по этой коллекции мы видим наш поисковой запрос например таким образом я создал смарт коллекцию в ст в ней всего лишь один аргумент это минус битвик что самое интересное при выделенной смарт коллекции поиск все также работы то есть я могу дальше искать свои компрессоры теперь переходим к самому интересному это всплывающий браузер для начала я покажу вам несколько способов вызова этого браузера на мой вкус самый удобный способ вызвать его через инспектор либо один раз кликнув на этот плюсик либо если вы очень импульсивны можно кликнуть два раза на пустое место не откроется браузер то же самое актуально для панели инструментов как видим здесь всегда доступен плюс даже в гнездах инструментов либо по пустому месту мы также вызываем браузер еще одно место где мы можем вызывать этот браузер это инсерты в микшерной панели также у этого браузера есть своя горячая клавиша давайте назначим на него клавишу enter теперь выделяя нужную вам дорожку даже при закрытом инспекторе мы всегда можем добавить новое устройство судя по всему она добавится следующим в цепь давайте проверим да она добавляется крайне в цепи что я считаю очень удобно ну а самый быстрый способ создать новую дорожку из инструмент это кликнуть по этому плюсу написать название синтезатора и соответственно выбрать этот синтезатор теперь давайте посмотрим на выбор пресетов уже имеющегося на панели устройств инструмента мы кликаем на эти шесть точек и открываем меню макросов и здесь же есть селектор пресетов кликаем в любое место как видим браузер открывается с теми настройками с которыми был загружен этот инструмент давайте попробуем сбросить производителя и мы можем осуществлять навигацию по всем пресетам данного типа устройств в данном случае это инструмент layer но ведь гораздо интереснее когда мы можем осуществлять навигацию по всем нашим пресетам вне зависимости от устройств производителя и так далее вот я выбрал какой-то баз и и смотрите что происходит у этого браузера есть кнопочка audition она позволяет нам предпрослушивать выбранный результат соответственно когда она включена включена она по умолчанию устройство заменяется на лету но стоит нам отключить предпрослушивание как мы возвращаемся к тому что у нас было на дорожке до того как мы открыли этот браузер давайте покажу как это выглядит на практике у меня есть незамысловатая партия баса и давайте попробуем найти замену в реальном времени также хочу обратить внимание Ваше внимание, что при выборе определенного пресета все его атрибуты доступны на нижней панели. Соответственно, это само устройство, категория, производитель и теги. Мы можем выбирать теги, отключать теги, можем отключить здесь же производителя, можем отключить категорию, можем отключить устройство. Ну, в общем, очень гибкая система. Теперь я покажу вам, как работать с драм-машиной. Давайте попробуем заменить бочку на лету. Для этого есть два способа. Вы можете создать ячейку с нуля, выбрав либо инструмент, такие как синтезаторы ударных, либо можете перейти сразу во вкладочку сэмплов. Я выбираю свою смарт-коллекцию бочек. И начинаю перебирать их в реальном времени. Либо заменить какой угодно имеющийся инструмент на сэмпл. Опять же, выбираю кик. И выполняю навигацию по своей библиотеке сэмплов. Как видите, все это очень легко делать в контексте вашего произведения. Кнопочка превью здесь работает по такому же принципу. На этом это все, что я хотел рассказать про два браузера Bitwig Studio. Подписывайтесь на канал MusicMagTV на YouTube. Вступайте в нашу группу Bitwig Studio ВКонтакте. А также подписывайтесь на мой личный канал на YouTube. Увидимся в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok